В Люберецкой администрации привели еженедельное оперативное совещание. О работе, проделанной за минувшую неделю, перед главой округа отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. За прошедшую неделю в Люберецкую полицию поступило 2000 обращений. Возбуждено 39 уголовных дел, 34 раскрыты по горячим следам. За отчётный период произошло 108 ДТП и 6 пожаров. Пострадавших нет. Аварийных ситуаций на объектах тепловода и электроснабжения не зафиксировано. 12 мая в округе завершился отопительный сезон. Началась подготовка к осенне-зимнему периоду. Задачи, которые стоят перед городским округом Люберца, у нас на 1-й ночь 6-й обеспечить 15% готовности округа к отопительному сезону. На 1-й ночь 7-й 45%, на 1-й ночь 8-й 65% и на 1-й ночь 9-го городской округ Люберца должен быть готов 100% к прохождению отопительного сезона 23-24. Из 170 подъездов, которые согласно программе капитального ремонта МКД отремонтируют до 1 августа, 53 уже отремонтировали, 38 в работе. На этой неделе во всех школах прозвенят последние звонки. С 24 мая начнутся экзамены. В городском округе Люберца 1205 выпускников 11 классов и 3335 выпускников 9 классов. ЕГЭ пройдет в 10 пунктах, в которых оборудованы 128 аудиторий. Все выпускники сдают русский язык, это обязательный предмет. Количество здесь превышает количество выпускников в связи с тем, что с нами сдают еще студенты средних профессиональных образовательных организаций и выпускники прошлых лет. 19 мая ученики 54-й школы вернулись с первого всероссийского фестиваля «Движение первых». В эстафете «Веселые старты» в финальных играх встретились команды из 11 регионов. Люберчане завоевали первое место. Мы выиграли уже области и регион, и все по первому месту. И очень хотели выиграть в Казани за Россию. И очень старались. Мы выиграли и доказали то, что Люберецкий округ – это территория спорта. Также на оперативном совещании представили нового заместителя главы администрации. Наталья Романцова будет курировать вопросы благоустройства.